Здравствуйте! Меня зовут Евгения и Вы на канале Влог как предлог. В силу своей занятости я только-только собралась посмотреть спецпредложения Tapperware, которые действуют с первых чисел ноября, и приглашаю Вас присоединиться. Возможно, Вы сделаете себе чашечку чая или кофе, а я постараюсь покороче, но так, чтобы не просто перечислить изделия и их цены, а дать какую-то полезную информацию для тех, кто хочет пользоваться этими изделиями. И сегодня против правил я начинаю не сначала по порядку, а с уникальнейшего изделия Tapperware с микропро-грилем. Я про него уже рассказывала. Есть отдельное видео на канале. В том числе я рассказывала, почему именно я не приобретаю это изделие. Ссылочка будет внизу. Если Вам интересно, проходите, смотрите. Но изделие однозначно уникальное, по крайней мере, я других не знаю. Изделие металлическое и для микроволновки, что уже рушит все наши представления о том, что можно делать с микроволновкой. Как правило, недостатком в микроволновке является то, что невозможно пожарить запечистой корочкой. Микроволновка все-таки это микроволновка, и она не может дать то, что дает духовка или сковорода. И вот для тех, кто хочет совместить использование микроволновки и эффект духовки, сковороды, гриль, вот как раз предназначено это изделие. И микро-про-гриль одно из самых дорогостоящих изделий в Таппервер. Поэтому к его выбору я призываю подойти осознанно, вдумчиво, сумма немаленькая. Пожалуйста, изучите особенности его использования. Вот здесь у нас дается прям вот подробно и длина, и ширина, и высота, и с ручками, и без. И не просто так, а для того, чтобы это изделие поместилось в вашу микроволновку. Не только поместилось, но и находилось там в определенном свободном пространстве. Должен быть определенный зазор между изделиями и стенками. Я бы сказала, что это изделие скорее предназначено для новых микроволновок, там, где нет вот этого вот вращательного момента. И это изделие предназначено для очень мощных микроволновок. Если у вас не хватает объема или мощности в вашей микроволновке, и вы в ближайшее время не собираетесь ее менять, то, пожалуй, вам стоит обратить внимание на что-нибудь другое. Еще раз повторю, что это изделие более подробно рассмотрено в одном из первых видео про Таппервер на моем канале. И ссылочка есть внизу. Следующее изделие тоже по-своему уникально. Речи идет о серии Ультрапро. В этот раз речь идет о кокотницах на 500 мл. И нам предлагается три варианта на выбор. Одна кокотница, набор из двух кокотниц и набор из четырех кокотниц. Материал, из которого сделаны эти изделия, выдерживает диапазон температур от минус 25 градусов до 250. То есть, это и морозилка, и холодильник, и духовка, и микроволновка. И вот это тот самый размер изделия, который однозначно поместится в микроволновку. Но не под гриль. Ни в коем случае не под гриль. Ни в духовке, ни в микроволновке функцию гриль не используем. Очень удобный формат для приготовления порционных блюд. Но разве можно ограничиваться только этим? Если вас не смущает форма, то это будут замечательные формочки. Форма, формочки. Ну да, вот так получается. Если для вас не принципиально округлая форма, вы согласны на такую, то это будет замечательными формочками для выпечки куличей. И вообще всевозможных кексов. Замечательные антипригарные свойства. Хлеб просто выскакивает из этих изделий. Материал очень хорошо держит температуру. Поэтому обращаться в процессе готовки надо аккуратно. Обязательно надеваем варежки. Бортики по краям кокотницы позволяют очень легко переносить прямо в толстеньких таких защитных кухонных варежечках. Не боясь, что изделие выскользнет у вас из рук. И вот эта вот высокая ручка на крышке кокотницы точно так же позволяет открывать и закрывать в процессе приготовления и сервировки стола прямо в этих защитных варежечках. Но, если вы будете использовать их для порционной сервировки стола, да и в процессе приготовления, вам нужно помнить о том, что эти изделия в разогретом состоянии боятся острых предметов. Таких как ножи, острые вилки. И главный принцип приготовления в духовке – это то, что изделия ставятся в разогретую духовку, но на холодную поверхность. Иначе говоря, вы ставите их на противень, разогреваете духовку и вот вместе с этим противнем уже помещаете их в духовку. И, кстати, к этим изделиям есть рецептурный сборник. Если вы не готовы тратить какие-то большие суммы, но изделия Тапор ВР вам интересны, обратите внимание на контейнер «Умный холодильник» на 375 мл. Это такой малышок, который буквально по объёму чуть больше стакана, по размеру вот просто встаёт на ладошку. Собственно, обратите внимание, все размеры указаны в уголочке. И это изделие, опять же, не зря называется «Умным». На крышке этого малютки, так же, как и на других «Умных холодильниках», есть слайдер на три положения. Открыто, закрыто и открыто наполовину. В зависимости от того, как установлен слайдер, происходит воздуховлагообмен. И за счёт этого то, что вы положили внутрь, хранится гораздо лучше. А положение этого слайдера выбирается в соответствии с тем, что именно вы положите в этот «Умный холодильник». Ну, например, зелень. Сейчас наступает такой холодный сезон, когда зелень – такая радость на столе. И, в общем-то, знаете ли, далеко не копеечная. В некоторых регионах так совсем не копеечная. И это замечательный способ сохранить её как можно дольше, в наиболее свежем виде. Моем, режем, правильно закрываем и ставим на полку холодильника. Кстати говоря, немытая зелень будет храниться всё-таки дольше. У вас есть выбор – либо сразу подготовить и потом ставить прямо в этом «Умном холодильничке» на стол во время обеда или ужина. Или сложить зелень в её первозданном виде в этот «Умный холодильник», поставить на полку и уже мыть и резать перед подачей на стол каждый раз. Всё в ваших руках. А есть ещё вот такой «Умный холодильник» на 3,2 литра. Высокий, вертикальный, но достаточно узкий, ровно такой, чтобы встать на дверцу холодильника. И в этом «Умном холодильнике» тоже можно хранить зелень пучком. Очень удобно. А можно хранить морковку или огурцы. В общем, что-то такое подходящие формы. Ещё одно изделие для тех, кто хочет в рамках небольшого бюджета попробовать изделие «Таппорвер» в действии. «Умная сырница Кроха». Состоит она из тарелочки, поддона или подиума, называйте, как хотите, и выпуклой такой крышки. Обратите внимание на крышку. Весь секрет именно там. В ней не просто отверстие. В этих отверстиях тоненькая-тоненькая плёночка с микроскопическими отверстиями. Именно за счёт этого происходит правильный воздуховлагообмен. Именно за счёт этого сыр, который вы положите туда, нарезанный или большим бруском, будет храниться гораздо дольше. Несмотря на отверстие, запаха сыра в холодильнике не будет. А вы знаете, некоторые сыры могут пахнуть очень и очень интенсивно. Одно но. Не забивайте эту умную кроху до верха. Если вы съедаете очень большое количество сыра, просто выберите сырницу размером больше. Это изделие будет работать только если будет движение воздуха и влаги. Следующее изделие – это измельчитель Турбо. Малюка на 300 мл в серии измельчителей от Таппервер. Порезать зелень, овощи, даже морковку, хотя морковка считается самым твёрдым овощем. Можно порезать сырые, можно порезать варёные, можно измельчить чеснок, можно даже сделать майонез. В этом изделии очень острые ножи, а механизм для их вращения спрятан в крышке. Простой, действенный. Вы дёргаете тросик, за счёт чего вращаются ножи. И они с огромной скоростью измельчат вам лук, и вы не будете плакать. Порубят орехи. Знаете, это такое изделие, которое помимо пользы приносит хорошее настроение на кухню. Ну и как всегда, ни одни спецпредложения не обходятся без варианта хит-парад. В этот раз речь идёт о малом хит-параде. Набор из 4 штук. Каждая чаша на 300 мл. Изделие, которое подойдёт и для хранения, в холодильнике, на столе, на полочке, и для транспортировки, и для приготовления. Главная его особенность – это воздуховлагонепроницаемая крышка. Не устаю об этом повторять. Знаменитая крышка тапорвы, которая при правильном закрытии обеспечивает полную герметичность. Ссылочку на видео, где я показывала, как правильно закрывать эту крышку, я оставлю внизу. И уже более объёмные изделия на 2 литра, по прекрасной, кстати говоря, цене, с той же знаменитой воздуховлагонепроницаемой крышкой, приготовить салат и убрать в холодильник. Кстати говоря, скоро период оливье. Как вы думаете, для вашей семьи 2 литра – это подходящий размер? Возможно, перелить из кастрюли бульон и опять же поставить на полку холодильника. А может быть, вы с своим салатиком отправитесь к кому-то в гости. А может быть, вы приготовите здесь блинчики или замаринуете какое-то мясо. Замаринуете, закройте, оставите на ночь в холодильнике, чтобы хорошенько всё пропиталось. И при этом в вашем холодильнике не будет никаких посторонних запахов. Потому что крышка всё замечательно закроет. И мясо, кстати говоря, промаринуется гораздо быстрее. Да, в общем-то, и для небольшого количества теста это изделие вполне себе подойдёт. К вопросу о тесте. Вот не специально, правда, просто так случайно получилось. Сито для просеивания муки. Две крышки, сверху и снизу, позволяют использовать сито как временное хранилище для остатков муки. Есть мерная шкала и при этом более бесшумный механизм, чем у железного сито. Ну, это вы сами понимаете. А ещё это сито замечательно работает с сахарной пудрой, которую почему-то не взлюбила железное сито. И с какао. Если вы, конечно, в таких объёмах используете эти продукты. Обратите внимание на объёмы и размеры, которые заботливо проставлены в уголочке. Есть ещё один момент, который я очень люблю. Это то, что сито подходит для мытья в посудомоечной машине. А так, в общем-то, ничего сверх. Просто очень удобно. И опять о выпечке. Силиконовая форма противень в количестве двух штук. Обратите внимание, что эти две штуки как раз встают на решётку большой духовки. И к ним идёт рецептурный буклет. Кстати, о решётке. Силиконовая форма, неважно, таппорвер, не таппорвер, мы ставим на холодную поверхность в разогретую духовку. Но температурный диапазон этих изделий подходит не только для нагревания. Он от минус 25 до плюс 220. Поэтому, возможно, эти изделия пригодятся вам для того, чтобы заморозить что-то в морозильной камере. Ну, например, разложить те же пельмени и отправить в морозилку. А также эти противени, за счёт того, что они гибкие, очень подходят для формирования рулетов. Готовите бисквитную основу рулета на этом противне, даёте слегка остыть, смазываете кремом, сиропом, джемом и ещё тёплой, помогая себе этой формой, сворачиваете в рулет. Любимая тема таппорвер это микроволновка. И в данном случае речь идёт об изделиях для разогрева в микроволновке. Обратите внимание, что использовать эти изделия в СВЧ можно при 360 ваттах и обязательно при открытом клапане. Кстати, я сказала, что хит-парады не используются в микроволновках. Ну вот, теперь сказала, обратите внимание на это. Следующее изделие с припиской предложение ограничено. Кружка очарования 2 штуки 350 мл. Кружки эти с крышечками. Крышки достаточно герметичные, но не абсолютные. Это значит, что за какое-то время какое-то подкапывание, если кружка лежит на боку, вполне себе возможно. Это значит, что я всё-таки для транспортировки жидких продуктов выбрала бы что-нибудь другое. А эти кружечки хороши для каких-то своих моментов. Например, чай в поезде. Материал этих кружечек очень хорошо держит тепло. При этом ручка сделана таким образом, что даже пальцы большой мужской руки не будут касаться горячей стенки. И крышечка в поезде, кстати, тоже будет не лишней. Помимо этого, я, например, в такие кружки люблю переливать остатки молока из бутылки. Но не люблю я, когда там что-то где-то плещется на донышке. Закрыть крышкой и поставить в холодильник. Или переложить сметану в какой-то оставшийся стакан бульона. В летнее время эти вещи очень замечательные. Где-то на даче, чтобы пыль не попала. А те, кто знакомы с термосервирователем от Tapperware, знают, что эти кружки очень хорошо встают в термосервирователь в количестве 4 штук. Их можно использовать при приготовлении йогурта. А дальше те мелочи, которые практически творят настроение на кухне, потому что вы будете пользоваться ими очень часто. А значит, они должны быть особенно удобными. В данном случае предлагается набор из венчика, половника, мини-половника и сервировочной лопатки. Обратите внимание, что лопатка сервировочная. Все эти изделия имеют силиконовую вставку на ручке, а значит, не будут скользить у вас в руках. Мини-половник очень удобной формы, такой, чтобы пройтись по закромам кастрюли, собрать все прямо с самого донышка. Кстати, очень удобен при приготовлении блинчиков. И венчик, который очень хорошо взбивает и перемешивает, в том числе во время приготовления на огне, например, соусы или крем. Ну и, конечно же, эко-бутылки, знаменитые эко-бутылки Таппервер. В этот раз на полтора литра. В желтом цвете и вот в таком, не знаю, наверное, коралловом тоже на полтора литра. Все, как всегда, удобная для руки форма, ребра жесткости, удобный клапан. Не забываем, что все-таки допускается некоторое подтекание, поэтому переносим бутылку вертикально. И не забываем ее мыть и сушить. И храним с открытой крышкой. Крышку отдельно, бутылку отдельно. И остались у нас с вами предложения под кодом РУ, распродажа при условии. То есть, при условии заказа изделий на определенную сумму из основного каталога. Набор для выпечки, подложка и скалка с кольцами-насадками. Если мне не изменяет память, я про эту скалку более подробно рассказывала в предыдущих предложениях от Таппервер. В частности, что эта скалка позволяет регулировать толщину теста именно за счет вот этих колец-насадок. Кроме этого, эти кольца можно использовать как формы вырубки при приготовлении печенья. И электронные весы. Опять же, под кодом РУ. Все их характеристики вы видите сейчас перед собой. Здесь я не думаю, что мне стоит что-то дополнительно рассказывать. Обратите внимание на надпись, что уровни РУ не суммируются. Если вы хотите выкупить оба предложения под кодом РУ, значит, вы должны выполнить сначала одно условие для одного предложения, а потом другое условие для другого предложения. Ну и подарочный набор компактусов тоже под кодом РУ. Распродажа при условии. Все для тех, кто любит порядок на кухне. Порядок в кухонных шкафчиках. Овальные компактусы имеют клапаны для сыпучих продуктов, а вот круглые компактусы имеют практически герметичные крышки. С этими изделиями ваши шкафчики могут выглядеть вот так. И на этом у меня всё. Я желаю вам хороших покупок, обдуманных решений. Пусть всё, что вы принесёте в свой дом, радует, а не огорчает вас. Приглашаю, как всегда, к общению под видео. Пишите, делитесь своим мнением, а я обязательно найду новый предлог для нового влога, чтобы встретиться с вами на своём канале Влог как предлог. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok